Теперь рассмотрим полноразмерное стекло Банэр. Поставляется в таких фирменных коробках. Внутри обычно бывает карбоновая пленка назад, в первых партиях их нет. Но производители обещают, что будут класть следующие партии, потому что не было еще пленок на момент выхода стекла. Комплект салфеток и жидкость ликвид на всякий случай, если у вас будет воздушная прослойка. Само стекло находится на такой же подложке, как и тот же iMac. И в принципе по качеству особо ничем не отличается. Специально по вашим просьбам вы иногда просите наклеить белое стекло на черный телефон или черное стекло на белый телефон. Так как телефон мой черный, для вас я наклеил белое стекло сюда. Если у вас будет наоборот, черным стеклом в принципе можно белый телефон превратить в черный спереди практически полностью. Телефон сейчас в оригинальном фирменном чехле Xiaomi, который жесткий пластиковый. Видите, зазоры в принципе минимальны по периметру. Если вы купите черный чехол и наклеите черное стекло, ну вот здесь у вас будет проскакивать белый экран и немножко в отверстиях. То есть четко на 100% из белого телефона черный и наоборот не сделаешь. В каких-то местах немножко будет заметно. Но практически можно это все скрыть. Вот так вот выглядит стекло всегда. Если клеишь на черный экран белое стекло, четко видно, что китайцы додумались просто закрасили рамки и додумались скрыть воздушные прослойки, которые никуда не делись на телефоне. Вот-вот по всему периметру видны воздушные зазоры и они как раз по уровень рамки. То есть рамки минимальны и скрывают именно воздух по краям. Ну в принципе идея хорошая, потому что выгнуть экран здесь нереально. Тем более опять и Тианма, и Бои, еще и они сами несколько разных экранов будут ставить. Поэтому опять тут будет скорее всего разная кривоватость экранов. Поэтому от этого никуда не денешься. Вот так вот максимально можно скрыть воздушную прослойку. И все эти стекла, не знаю почему, сверху имеют в районе камер обычно не проклеивают. Видите, белая полоса там, она вообще на статику не берется, не клеится. Если у вас будет белый телефон на белом стекле, видно этого не будет. Это видно только черный телефон плюс белое стекло. Так кроме меня явно клеить никто не будет. Это у любого стекла будет здесь без клея область. Вот так вот выглядит. Все хорошо приклеилось. Олеофобка есть. Некоторые из вас жалуются, что и Бонэр, и любые другие стекла спустя неделю где-то олеофобка стирается. Я тоже иногда это замечаю. Судя по всему, очень хорошей олеофобки у таких стекол практически нет. Да и я таких не встречал. Олеофобка есть. Поначалу она будет хорошая, потом начнет экран залапываться. Но все равно это будет земля и небо по сравнению с теми 3D стеклами, которые клеятся только рамками. Поэтому тут уж мы с вами ничего не поделаем. Олеофобка есть. Возможно, она быстро сотрется. Но большинство людей все-таки говорят, что сильно быстро не стирается. У кого-то очень быстро. Абсолютно цвет не забирает, экран не сереет. Все хорошо здесь. Здесь рамки по размерам, по ширине такие же точно, как в этом стекле iMac, который мы только что клеили. Вот, видите, все совпало четко по разъемам. Я бы сказал, что рамка, может быть, будет скрадывать полмиллиметра с левой стороны. С правой вот я вижу черную часть уже экрана здесь. Здесь под большим углом нужно посмотреть. То есть, либо его чуть еще надо сместить влево, хотя по вырезам я все правильно вроде как попал. Но вот так вот. Мне кажется, что немножко надо влево идти, тогда вообще все будет идеально. И скрадывать, в принципе, экран не будет. Но если будет на полмиллиметра, это нужно будет привыкнуть. Страшного в этом ничего нет. iMac посмотрели, но смысла платить нет. Это то же самое, только полтора-два раза дешевле. Нужно будет посмотреть еще дешевые, если разница с такими. Возможно, тоже нет никакой. Поэтому будем смотреть дальше. Banner однозначно на сегодня можно покупать. Других я пока что стекол еще не видел. Нужно посмотреть, которые подешевле и сравнить их с этим. Что мы скоро с вами сделаем. С вот таким вот бампером, противоударным ТПУ-лезо с большими бортами. Видно, что все-таки, да, нужно было, можно было стекло подать на полмиллиметра влево. И тогда, в принципе, выровнялись бы мы и по рамкам. Но страшного ничего. Чехол подходит вплотную. Такой серьезный. К стеклу. Если будете нажимать кнопки, стекло будет отходить. Но заходить назад. Некоторые мои подписчики советуют проклеить на чехол вот здесь тонкий слой изоленты. Чтобы он в этих местах немножко расширился. Если вы хотите все-таки использовать полноразмерное стекло 5D и вот такой вот чехол. Тогда вообще отходить нигде ничего не будет. Ну, либо пользоваться так. Оно вот только на питание отошло. Видите? И подходит назад. В этом страшного ничего нету. С одной стороны будет подрывать. Но так как оно клеится всей поверхностью, вот, то оно будет уходить назад. Либо проклейте лентой, или положите туда кусочек бумажки, чтобы утолстить в этом месте чехол чуть-чуть отошел от бортов. Так, в принципе, идеальное сочетание. С зазором нету вообще. Если такой чехол будете ставить, черный чехол и черное стекло на белый телефон, то видно будет только в маленьких прорезях вот здесь. Вот что телефон у вас был белый, а стал черным.